Привет! Как ты думаешь, что это? Замёрзшая капелька воды? Может неудачное ювелирное изделие? Или капли от термоклея? Это самое прочное стекло в мире, но сделано оно из самого обыкновенного кусочка стекла. Эта капелька выдержит давление машины и удар кувалдой, но стоит отломить её хвостик и она тут же рассыпется на тысячи мельчайших осколков. Пока ничего не понятно, давайте разбираться. Вот два обыкновенных стакана, сделанных из стекла. Если стекло не сильно качественное, то лопнуть такой стакан может даже от кипятка. Как нам рассказывала бабушка, любое стекло можно закалить дома. Нужно поставить на плиту кастрюльку с холодной водой и, положив наши стаканы внутрь, включить на самый маленький огонь. Спустя несколько минут, когда вода закипит, нужно оставить её остывать до комнатной температуры. Теперь стекло стало намного устойчивее к перепадам температур, но закалённым его назвать нельзя. Закалить стекло в домашних условиях невозможно, так как для этого нужны совсем другие температуры и оборудование. Если же дома мы резко нагреем, а затем охладим стекло, то оно попросту лопнет или станет ещё более хрупким, чем было. Но зачем же мы тогда с вами тут собрались? В интернете уже все слышали про легенду принца Руперта, который, сидя в своём далёком 17 веке, зачем-то решил расплавить стекло и капать его капельками в чан с водой. Получались стеклянные капельки с хвостиком, которые имели огромную прочность, но стоило перекусить её хвостик и капелька тут же разлеталась на мелкие осколки. Почему же это так работает? Когда расплавленное стекло попадает в холодную воду, верхние слои капельки быстрее остывают и сжимаются, а сердцевина остывает долго и наоборот растягивается. Когда мы пытаемся сломать капельку, мы воздействуем на её внешний закалённый слой, а если надломить её хвостик, трещины проникают вглубь капельки и разрывают её изнутри. С этим вроде как понятно. Чтобы приступить к работе со стеклом, нам обязательно понадобятся специальные перчатки, а также защитные очки мне и оператору. Для плавления стекла мы купили высокотемпературную газовую горелку, температура пламени которой свыше полутора тысяч градусов. А для проверки легенды о принце Руперте мы взяли несколько образцов разного стекла. Ну что ж, начинаем плавить. Первая капелька отправляется в воду и... тут же рассыпается на кусочки. Мы пытались плавить кусочки стекла один за одним, но все они разлетались сразу после попадания в воду. Даже лампочка, которая по идее делается из более термостойкого стекла, не принесла нам желаемого результата. Получив кучу стеклянной крошки, мы начали думать. Вот на этих кадрах хорошо видно, что вода вокруг разогретого стекла очень быстро закипает и превращается в горячий пар. Мы решили, что нам нужна не вода, а жидкость с более высокой температурой кипения. Мы же не знаем достоверно, что там было в чане у Руперта. Нам подошло самое дешевое автомобильное масло. Сразу пробуем стекло от лампочки. И... сразу видим положительный результат. В ходе попыток абсолютно все другие виды стекла тоже давали нам цельные и закаленные капельки. Хоть они немного и жирные, но зато получились. А чтобы изготовить капельку в воде, в химическом магазине мы купили специальные стеклянные палочки. Они сделаны из бора силикатного стекла, устойчивого к перепадам температур. Из таких палочек у нас получились капельки и в обыкновенной воде. Мы также решили попробовать сделать большую каплю из более толстой палочки. Но в процессе она никак не хотела плавиться. Тогда нам пришлось применить сразу две горелки. И спустя минут пять пошло дело. Капелька уже вот-вот расплавится. И смотрите какая огромная она получилась в сравнении с нашими предыдущими. Ну что ж, куча капелек готова. Можно переходить и к самому главному, к их тестированию. Удары молотком наши капельки выдерживают легко, как маленькие, так и более крупные. Кстати, чем капля Руперта крупнее, тем большей прочностью она обладает. Следующим испытанием мы проверили выдержит ли капля усилие входной двери. Закрываем двери. И несмотря на то, что входная дверь очень тяжелая, как мы видим, капелька не только выдержала, но и проделала в металлической дверной коробке углубление. Бросать каплю с высоты было бессмысленно, ведь кусочек стекла такого размера вряд ли разобьется. Но чтобы не возникло вопросов, этот тест мы тоже провели. Давление ноги и прыжок капелька выдержит с легкостью. Но дальше куда интереснее. Мы решили проверить, выдержит ли она давление целой машины. И для этого нашли ровный камень и закрепили каплю Руперта на нем. Начинаем движение. И видим, что капля также легко выдерживает и наезд колесом. Неужели ее невозможно сломать? Мы решили идти до конца и взяли огромную 10-килограммовую кувалду. Начав с легких ударов, стало ясно, что так просто нашу каплю не разбить. Чтобы было интереснее, мы взяли самую большую каплю и решили бить настолько сильно, насколько получится. Наша капелька разлетелась на тысячи мельчайших осколков и проиграла в столкновении с кувалдой. Но это была относительно маленькая капля Руперта, которую мы смогли изготовить сами и в домашних условиях. А если тема видео вам понравилась и мы соберем здесь 70 тысяч лайков, то мы попросим профессионалов изготовить нам огромные капли Руперта и проведем испытания на них. Ну а пока, придумай в комментариях, что может быть еще прочнее капли Руперта. Иииии... пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова